МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, сейчас можно. Ну, вот это новое время, когда появился капитализм, потребовало и, так сказать, новых идеалов философии, и новых целей и так далее. Отсюда безграничная вера, когда началось быстрое развитие экономики, появилась безграничная вера в человека, его разум, науку и прогресс. Вот главные отличительные черты духовной жизни этого периода. Вера. Тоже вера, но уже вера в человека. Его разум, науку и прогресс – главные отличительные черты духовной жизни этого периода. Видите, слово «вера» оно же не носит только отрицательный характер, мы не доказываем, а верим. Вот, скажем, представь себе полководец, который очень сложное сражение должен организовать. Он верит в победу или нет? Он знает точно, что он победит. Ну, какой полководец абсолютно точно знает, победит или нет? Но если человек не верит даже в победу, сам не верит, так он и не сможет организовать эту победу. И поэтому известные военные деятели, в том числе и Наполеон, говорят, вера в победу – это фактор победы. Он говорит, ну, идемте со мной, ничего у нас с вами не получится, всех нас убьют, айда за мной. Кто за мной, ничего-то никого особенного и не идет. То есть понятно, что вера, прогресс, вера в человека – это все уже… Хотя это тоже вера, никаких гарантий абсолютных нет, но тем не менее эта вера, она возвышает человека, позволяет ему продвигаться вперед. Так вы верите, что сдадите экзамен? А почему вы не верите? Ну, если вы даже и не верите, что сдадите, что тогда его сдавать? Так. Основателем империзма и создателем индуктивной логики является Фрэнсис Бекон. Известна его книга «Новый органон». 1561-1626 годы. Видите, мы с вами уже тут полторы тысячи уже прошли. Довольно быстро. Джон Лог, 1632-1704, написал такую работу «Опыт о человеческом разуме». Содержание в том, что все знания из опыта. То есть черпать надо не откуда из какой-то веры, а из опыта. Идеи выводятся из двух источников. А. Ощущение и Б. Восприятие, действие нашей собственной души. То есть мы должны не только ощущения внешней брать, но и ощущения собственной души. Номинализм. Что утверждал нас номинализм? Все вещи единичны. Но мы можем образовать общую идею, которую применим мы ко многим частностям. И этой общей идее дать название. А знания мы получаем через интуицию. Раз. У вас интуиция есть? Есть. Ну, руководится с этой интуицией. Вот, допустим, свет выключит. Ночь. А вам надо выйти. И руководствуйте интуицией, и вы пойдете на выход. Но интуиция не подскажет, что можно включить фонарик. А? Интуиция подскажет, что можно включить фонарик на телефон. Ну, интуиция. Вы тут долго просидите, ваши батарейки все сядут. А я быстро наеду выход. А? Со светом я быстро наеду выход. Ну, это вам интуиция поможет, да. А вот интуиция, это выходит чисто чувственный способ познания. Ну, да, внутреннее чутье. Интуиция-то внутреннее чутье. А вот чуешь, что туда надо идти. Раз, встал и упал. И пропал. А если? Так что интуиция-то такое дело. Интуитивно можно попасть, а можно пропасть. Никакой гарантии нет. Поэтому интуиция... Интуиция, что надо опыть, и это гарантия лучше. Гарантии интуиция не дает. Знание, основа. Знание, знание дает, а интуиция никаких гарантий не дает. Интуиция тема отличается от знания. Что вам кажется, что вы туда идете, а вы идете не туда. Вот у меня тоже большая интуиция. Я когда за грибами как-то шел, думаю, что я буду брать компас. Зачем мне компас, я тут все знаю. В районе там Горской, Александровской. И вот я чувствую, интуиция мне говорит, надо туда идти. На выход уже, хватит уже ходить по лесу. Пошел, пошел. Баллотом думаю. Ну, ничего, надо через баллотом пройти. Уже погрузить. Иду, иду. И тут солнце вышло. Когда солнце вышло, я без всякой интуиции сразу понял, что я прямо иду в противоположную сторону. Прямо в противоположную сторону. Я развернулся и спокойно, уже руководствуюсь с ней интуицией, а тем, куда надо идти, спокойно пошел. А однажды я руководствуюсь с интуицией ровно три раза. Прошел по кругу, потому что когда вы ходите, если компас не брать, ну, человек как-то, так сказать, в лесу, он так, каждый раз, где вы войдете, справа или слева, березку. Ну, как-то так, он все время с одной стороны обходит, друг раз, и раз, пошел. Смотрю, надо же, говорит, мячик, я это видел. Второй раз увидел мячик, говорит, что во всех местах мячики разбросаны. Третий раз, опять мячик. Ну, думаю, понял, я по кругу хожу. Да. Вот если мы говорим, что можем руководствоваться интуицией и опытом, это умоляет все достижение человеческой мысли, начиная, наверное, с классической Греции, и мы возвращаемся туда, к Фалесу, который чисто чувствительно представлял себе мир. Помогает, все это помогает. Помогает, но знанием не является. Все помогает. Можете помешать? Руководствоваться интуицией можно голову потерять. Можно и не потерять. Когда вы говорите, слоните у стола, вы же интуитивные, на языке, то что вероятность отбирать, вы же не мысли каким-то системным, так нужно вот это сказать, потому что... На то и понятие интуиции, чтобы не путать его с понятием знания. Одно дело я знаю истину, а другое дело у меня интуиция. Раз вы истины не знаете, значит, никаких гарантий не получаете. Но ваша интуиция может привести нужное место, а может не привести. Интуиция, да, это как неполное образование. Дело в том, что если вы не рискуете жизнью, а вы интуитивно ищите решение и ищите. Руководствоваться интуиция. А как вы еще говорите? Вот вы ищете действие на бумаге, а когда вы ищете не на бумаге, а идете по кромке крыши, вам отрицей говорит, туда надо, и все. Вот у нас такой физик был в школе, он возьмет два пальца, раз, пустя, пустя. О, говорит, тут 380, на ней 220. О, искры так и идут. Это интуиция. Так. Так вот, через интуицию, он считал, получаем мы знания. Хотя, то есть, путь к знанию может и через интуицию. Может быть, вы едя через интуицию, к знанию придете. Но знание это или нет, вы должны проверить отдельно, правда? Так, через рассуждение, исследуя соответствие или несоответствие двух идей. Через ощущение. Вот это требование номинализма Джона Лока. А был такой Джорд Беркли, который усиленно подчеркал относительность воспринимаемых качеств, протяжение, форма, характер, скорость движения от положения, воспринимающие эти качества субъекта. Тезис. Чувственные вещи сутят только те, которые непосредственно воспринимаются чувствами. Более того, епископ Беркли является родоначальником и наиболее последовательным представителем субъективного идеализма. Раз все, то, что приходит ко мне в моих органах чувств, да, я могу считать, что кроме моих органах чувств ничего и нет. А есть только я. с моими ощущениями. Но у Беркли еще был дух, который все это воспринимает одновременно с человеком. Никакого духа нет. Есть только я, а вы вообще, и вас нет, есть мое ощущение в виде вас. И вы тоже, как мое ощущение, и вы как ощущение, и столы как ощущение, и потолок. и вы меня не провернете, и все ваши разговоры они к чему не ведут, потому что этот звук, это просто у меня в ушах звук. А вы тут ни при чем. Никак вы не доказываете, что вы есть. Это и вот звук, я вижу, а вы у меня в глазах, на меня сейчас смотрится, и я смотрю. Вы у меня в глазах, здесь на сетчатке, а вас нет. А на сетчатке у меня все это разворачивается. Ну, кино смотрели, там у вас тоже какое-то чувство присутствует. А это же все только чисто на экране, там на экране ничего ли нету. А тут не на экране, а прямо у меня экран вот здесь. В мои органы чувству есть тот самый экран, в котором все и помещается. Ну, или другими словами, я вот сегодня плохо спал, и приснился мне сон, что нахожусь я вот в аудитории. И сидят вот студенты. И все вы у меня вот, ну вот прямо наяву, так вот как есть. Потом проснулся. А вас уже нет. И сейчас вот, не знаю, проснусь, не проснусь. Сплю, не сплю. Да не надо поднимать. Нет вас, есть только мои ощущения. А Трунды Гегеля тоже ваш врач придумал? И Трунды Гегеля, все это, все это мои ощущения. Ничего нету прямо в моей ощущении. И как вы это будете опровергать? Как бы вы не опровергали, вас нету. Мы признаемся. Нету вас, и поэтому эту вот концепцию такую, несколько экзотическую, ее опровергнуть никак нельзя. Даже не надо и пытаться. Ну что, вы будете пытаться, у вас нет. Какой вы можете так сказать? А не пытается, это ваш охранчик противоречит себе. Ну, понимаете, вы создали интереснее... Мне интересно слушать вас разговор, потому что мне интересно, какие у меня чувства, как они разгулялись. Вы стали статистикой скептикой. А? Скептикой, сочетание познать или вообще... Почему я все познал? Я все познал, это все мои чувства. Но это как-то выглядит... Вы мои чувства, молодой человек. У вас нету, а у меня такое чувство есть, как вы. Все у меня в голове, в мозгу. Ну, мозг поступает только через ощущения, значит, вот мозг имеет дело с ощущениями, а вас нет, а ощущения есть, вот такие ощущения, вот такое ощущение, такое, 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 такое. Все это ощущение. И как? И спорить с оно бесполезно. И это тоже ощущение. Вот это субъективный идеализм. Поэтому, несмотря на то, что его провернуть, строго говоря, никак невозможно, если я строго на этом стою, то я... Ну, что вы мне скажете? Весь разговор, это то, что у меня сейчас в ушах. Если напишите, бумажку принесете, и бумажка у меня тупо в глаза. Я могу сообщить в службу поиска психического... Вы что хотите сообщать, и все равно это мое ощущение. Это бесполезно. Поэтому это очень все хорошо. Но, что касается научных, ученых, исследователей, они этого не придерживаются. Они придерживаются того, что есть объективный мир, и они его познают. То есть, основная масса, естествоиспытатели, в это время уже освобожденные давления со стороны Бога, которые, так сказать, и религии, которая говорила, что вы должны поверить, ничего не должны познавать, они уже стоят на позиции стихийного материализма. А материализма такого еще нет. что значит современной квантовой физики, которая посталирует, что посталиющее не может не влиять на... Современная квантовая физика, она изучает современную материю. Вот и все. Поэтому ничего тут такого особенного. это же принцип, он это просто на экономику как применяется. Например, когда мы проводим исследование, то когда мы статистику собираем, мы заранее какие-то предупреждения... Ну, физика, она изучает изначально по предмету, изучает природу, и все. Она изучает природу, а вы должны изучать эту самую природу и знакомиться с достижениями физики. Эти достижения физики постоянно меняются. Что-то такого необыкновенного. Думали, что есть только атомы, а оказывается, есть еще нейтроны, протоны, электроны. Теперь оказались бозоны, фермионы и другие элементарные частицы. И все это развивается представление. Ленин в свое время в книге «Материализм и перегритизм» написал, изучая как раз решение современной ему физики, сказал, что так же, как атом неисчерпаемый, бесконечно, можно его говорить, так и электрон неисчерпаемый. Поэтому в этом смысле ничего тут нового не происходит. Все время открытия существующих физики, и в химии, и в всех других науках ни одна наука не является неподвижной. Она все время постигается все глубже и глубже. Так, ну, тоже, Юм, например, тоже, как и Беркли говорил, что человеческому уму недоступно ничего, кроме образов или восприятий. То есть, союзнички были у этого самого Беркли. А вот Борок Спиноза, можно сказать, самый хитрый из всех философов. 1632-1632. 177-й. В основе философии Спиноза учение о единой всеобъемлющей субстанции. Все. Все есть одна субстанция. Хотите ее Богом называйте, хотите природой, хотите материи, есть только одно. Вот это субстанция. Субстанция – это то, что существует само в себе и представляется само через себя. субстанция вечна, безначальна, бесконечна, неделима. Атрибуты субстанции выражает ее сущность, субстанция без атрибутов голое существование того, что существует. Без атрибутов нет субстанции. Атрибуты – это те качества, которые не могут уничтожаться, изменяться. это протяженность и мышление. Спиноза отрицает существование врожденных идей, признает наличие у человека способности приобретать знания. Задача отыскания научного метода при этом заключается в том, чтобы проследить тот путь, которым мы приобретаем истинные идеи. И выделяет четыре способа приобретения знания. Первое – знание по наслышке или по какому-то произвольному признаку. Спиноза его отбрасывает. А вы вот как раз принимаете по наслышке. Что-то вы слышали сразу раз его и в обращении. Ну, Спиноза ничего от него хотите, а он это раз и все. Второе – знание из беспорядочного опыта, то есть из опыта, который не определяется разумом для житейского обихода. Его не отбрасывают. Пригодится может. В жизни пригодится. И такое знание, и такое знание. Надо его знать. Третье – знание о сущности вещей. Или вещи заключаем по другой вещи. По некоторому следствию находим причину. Это хотя и научный путь, но он не дает нам внутренне достоверного, строго необходимого знания. То есть знание о сущности вещи заключаем по другой вещи. По некоторому следствию находим причину. И четвертое – познание, при котором вещь воспринимается непосредственно через ее сущность. Этот способ, интуитивный, дает нам безошибочное, адекватное, строго соответствующее самой сущности вещи знания. Интуиция у спинозы – рационалистическое, чисто умозрительное познание сущности вещей. И только интуитивным способом мы безошибочно познаем существо вещей. То есть вот интуицию он трактует не как просто некое внутреннее чувство, а как строго соответствующее самой сущности вещи знания. Где его такую взять, интуицию? Об этом, так сказать, спиноза умалчивает. И вот мы добрались уже до философии Лебница. А Лебниц, как известно, не только философ, но и известный физик и математик. Готфридс Вильгельм Лебниц 1646-1716 годы. Лебниц свое учение обосновывает исходя из двух положений. Первое. Субстанция, как исходное начало, должна отличаться абсолютной простотой и неделимостью. Вот должна и все. как вот он исходит из двух положений. То есть делает предположение. А дальше посмотрим, если подтвердится это предположение. Хорошо, не подтвердится, значит, не состоится. Второе. Субстанция должна обладать способностью действия и самостоятельностью. Как простая сущность, она не может быть протяженной и находиться в пространстве, так как пространство бесконечно делима. Поэтому вот эта простая сущность, монада, по Лебницу, монада, не может быть ни физической, ни геометрической точкой. Она есть метафизическая точка или центр деятельной силы. Так как материя в VII веке пассивна и только духу присуща способность непрерывной деятельности, то монада – это духовная субстанция. Монады вечные и неизменные, а они индивидуальные, как бы атомы ножевые в Лебнице. Единство и согласованность монад есть результат божественной предустановленной гармонии, которая превращает каждую монаду в живое зеркало Вселенной. Вот как. В учении Лебница о монадах переплетается его метафизика, божество, предустановленная гармония и диалектика, принцип самодельности субстанции. В учении опознаний Лебниц – рационалист, врожденная идея находится в интеллекте в зародышевом состоянии, неосознанно и лишь постепенно развивается до полного осознания. Вот так это дело выглядит. Девушки. Ну вот, теперь пойдем дальше. в изучении философии нового времени. Это были основные идеи философии нового времени. А давайте будем дальше изучать философию нового времени. Вот философия эпохи просвещения. Эпоха просвещения – это уже 18-й век. – Можно по углению, если вы сказали, что там идеи уже заложены в интеллекте? – А? – Идеи уже заложены… – Интеллект уже заложен. – А, интеллект, это как? – Это все состоит, уже монада, она живая субстанция. И там врожденные уже идеи есть, но эти идеи не ради этой формы. Не ради этой формы, еще надо их развить немножко. они развиваются. – Материалисты. – А? – Материалисты. – Трудно сказать. – Просто это же идея, вот эта цивилизация. – Трудно сказать, потому что раз эти вот вот эти, это единицы, которые представляют собой своего рода и субъектов, раз они мы, так сказать, такие вот духовные монады, они не природные, а получается, так сказать, они сознанием каждый, то есть сознанием он наделяет каждый вот такой, как бы каждый атом наделяется сознанием. В современном материализме не так. Сознанием наделяется или только обладает только высшая форма движения материи, высшая форма развития материи человека. А сознание это свойство высокоорганизованной материи, оно не существует как что-то отдельное в виде какого-то образования. Сознание и мозг это разные вещи, есть мозг, это, как говорят, вместилище сознания, но сознание не существует как некоторая материальная собственность. Это свойство познавать мир и самого себя. Философия эпохи просвещения. Восемнадцатый век в истории мысли неслучайно называют эпохой просвещения. Научное знание, ранее бывшее достояние узкого круга ученых, теперь распространяется вширь, выходя до предела университетов и лабораторий в светские салоны Парижа и Лондона, становясь предметом обсуждения среди литераторов, популярно излагающих последние достижения науки и философии. Уверенность в мощи человеческого разума, в его безграничных возможностях, прогресс наук, вот пафос эпохи просвещения. В Англии философия просвещения нашла выражение в творчестве Джона Локка, Толланда, Коллинза, Шефтсбери. А завершают английское просвещение философы шотландской школы Рид, Смит, Юнг. Во Франции это Вольтер, Руссо, Дидро, Даламбер, Кандильянк, Гольбах, Ламетри. В Германии носителями идеи просвещения стали Лессинг, Гердер, Кант. Особенностью французского материализма была ориентация на естествознание, прежде всего на механику. Важнейшей теоретической опорой французского материализма было естествознание. Небесная механика, созданная трудами Коперника, Коперник, 1473-1543 Галилея, Галилея, 1564-1642, Иоганна Кеплера, 1571-1630 годы, подорвало библейскую космологию. Подорвало, потому что исследование показало, что мир устроен, конечно, очень сложно, но не так, как писалось в божественных книгах. В результате разработки земной механики обнаружилась несостоятельность аристотелевской физики, включенной средневековыми сколастами христианское учение о природе. В работе Ньютона 1643-1727 годы «Математические начала натуральной философии» механика приобрела внутреннее единство и относительную завершенность. Это и оказало влияние на их материализм. Он механистичен. Что касается просветительской трактовки человека, то французские материалисты утверждали, что человек по своей природе добр, ему нельзя осуждать за стремление избегать страдания и любить удовольствие, поскольку такова природная сущность человека, а все природное хорошо. очень даже жизнеутверждающая такая философия. Ну и про студента можно сказать, по своей природе добр, его нельзя осуждать за стремление избегать страданий и любить удовольствием. так что вы должны появить эту философию внизу. Скажите, дальше я уже слушать не буду, а на этом остановлюсь и это моя теперь позиция. В 18 веке вновь возрождается та тенденция в решении индивидуального и всеобщего, природного и социального, которая характерна для некоторых школ античной философии. Поэтому французские материалисты исходили из того, что человек есть существо природное, а потому именно чувственные склонности рассматриваются как основное определение человеческого существа. Основные идеи и принципы немецкой классической философии. Немецкая философия конца 18-го первой половины 19-го века есть завершение традиции классической европейской философии в целом. Традиционно немецкую классическую философию связывают с именами Эммануила Канта, Иоганна Ботлиба Фихте, Фридриха Вильгельма Шеллинга, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Человек в немецкой классической философии перестал быть статичной фигурой. Немецкая философия антропологична в широком смысле слова, то есть направлена на человека. Для Гегеля человек это необходимое завершение развития идеи. Гейфербаха главная эмоциональная жизнь человека. Человек непассивный отпечаток природы. Немецкая классическая философия это философия деятельности. Активный субъект познания, переживания, преобразования и творения мира центр немецкой философии. Активный субъект познания, переживания, преобразования и творения мира. Духовный мир наполняется нравственными, эстетическими, религиозными ценностями. Жизнь духа это не только жизнь рассудка, Миф, иллюзия, воображение не изгоняются из предмета исследования. Просто каждый занимает свое место. Сфера социальной жизни, истории, предстает как целостное и подчиненное объективным законам явление. Труд, прогресс, свобода прочно входят в круг исследуемых проблем. Творчество Эммануила Канта 1724-1804 делится на два периода. Докритический и критический. В работах докритического периода Кант – импирик. Он занимается проблемами естествознания, происхождением Солнечной системы, взаимосвязи прерывов и вращения Земли, история человеческих рас, классификации животного мира. Критический период начинается в 70-х годах. Основные работы этого периода – критика чистого разума, критика практического разума, критика способности суждения. Гегель 1770-1831 годы говорил и писал, что основой всего существующего является некое безличное духовное начало, абсолютная идея. По своей природе она начала деятельная. В процессе своего диалектического саморазвития идея проходит три основные этапа. Первый этап – логический, когда идея действует в стихии чистого мышления и развивается в форме чистых логических сущностей. На этой ступени абсолютная идея выступает как система логических категорий и понятие, как система логики. Эта часть учения Гегеля изложена в его науке логики. На втором этапе идея отчуждается природу, которая является и навытием идеи. Учение о природе Гегель изложил в философии природы. Высшей третьей ступенью саморазвития идеи является абсолютный дух. Этому посвящена философия духа. На этой ступени развития идеи, обогащенная всем предшествующим развитием, возвращается к себе и получает необходимую конкретность. Форму конкретизации идеи получает в облике субъективного, объективного и, наконец, абсолютного духа. То есть идея развивается до человека, человек познает идею, и идея приходит сама к себе. Людвиг Фейербахт, который жил позже, 1804-1872 годы, свою философию назвал антропологией. «Человек – это жизнь ума и сердца, человек неотделим от всего многообразия его эмоций и переживаний. Основной его работой является сущность христианства. Разгадку веры, пишет он, нужно искать в глубинах человеческой психики». Поэтому психологию религии надо дополнить антропологией религии. Главным отличием фейербаховского атеизма от атеизма материалистического, материалистов-просветителей, был анализ не феномена религии, а корней религии, выявления ее оснований в чувствах человека. Человек на протяжении всей истории чувствует свою ограниченность, конечность, беспомощность и бессилие по отношению к неподвластным ему силам природы и общества, которые определяют его существование. Он чувствует зависимость от них, но фейербахт против того, чтобы в основу чувства религиозности положить чувство страха. Это чувство включает в себя также и упование на лучшее, и надежду на освобождение от опасностей, и восторг, преклонение, благодарность. Выдающееся значение фейербаха не ограничивается его вкладом в историю атеизма. Не меньшее значение имеет его вклад в историю философии. Начав свою философскую деятельность как сторонник Гегеля, он решительно порывает гегельянством, «Идеализм с неизбежностью возвращает философию к давно изжившему себя принципу, что философия – служанка богословия». Про разглашение ТВТС – огромная заслуга фейербахта. Вот, и мы уже добрались по существу до современной философии. Современная философия начинается с философии марксизма. Под влиянием философии фейербаха сменил свою позицию на материалистическую, и затем создал собственную философию диалектического и исторического материализма бывший младо-гегельянец Карл Маркс, 1818-1883 годы. Вместе с Энгельсом 1820-1895 годы он создал учение о диалектическом и историческом материализме. Раскрыв сущность капиталистического производства и частной собственности, товара, денег и капитала, Маркс представил обоснование материалистического понимания истории. Принципиально-неновизное отличается и учение о человеке. Человек не просто существует в природе, а практически преобразовывает ее, изменяясь в этом процессе сам. Труд, практика первичны и исходны по отношению к духовному миру, к культуре. Практика предметна, в нее включены все виды деятельности человека. Где у нас памятники Маркс и Энгельс, знаете? В Санкт-Петербурге. В сердце. А? В сердце. Нет? В сердце. В сердце. В сердце это не памятники, это память. Память и памятники это разные памятники. Если вы придете на площадь пролетарской диктатуры, которая напротив Смольнба, и там пропилеи, на пропилеях написано. Первый совет пролетарской диктатуры, пролетарий всех стран соединяйтесь. Пройдете направо памятник Марксу, налево памятник Ленину, а дальше вы пойдете, меня пустят, а вас нет. Дальше идет загородка перед Смольнбом, а за загородкой стоит Ленин, художественной, очень ценности высокой, памятник. И на нем написано «Диктатура руптериата 1917-1927». Вот там такой получается ансамбль. 27-го? Да. Десятилетие памятник поставлен, десятилетие диктатуры пролетариата. Так написано. «Диктатура пролетария». Ну так вот, значит, что произошло на этом этапе? На этом этапе можно сказать, что Фейербах. Фейербах имеет колоссальную заслугу в том, что он поставил философию на материалистическую основу, причем настолько сделал блестящее произведение, что они повлияли на умы этого и будущих поколений решающим образом. Тот же Марк с Энгельсом были, как известно, млады гегельянцы. То есть они изучали Гегеля и были кем? Объективными идеалистами. Поэтому, когда говорит Маркс, вот Энгельс говорит, что мы там перевернули Гегеля, поставили его с головы на ноги, на самом деле, более правильно будет сказать, что они сами перевернулись. Сначала стояли они на голове, то есть они были идеалистами, а после того, как прочитали сущность крестьянства, они стали материалистами. Но! Существует в философии такое понятие, как снятие. Снятие. Знаете такое понятие? Тезис, антипезис, снятие. Не понял. Я говорю, тезис, антипезис, снятие. Нет, не понимаю. Снятие – это отрицание. Ну, какое отрицание? С удержанием. Нету никакого, я лексика учит, что никакого отрицания, которое было бы только отрицанием, нет. Вот, например, вы отрицание своих родителей, но вы же не родители своих. Это они, а это вы. Да? Вы являетесь их отрицанием. А в то же время посмотрите на вас, вот я смотрю на вас, и примерно представляю, как выглядят ваши родители. Логически, раз, не могут применяться, как объектам, так, как выхождение? Я ко всем объектам могу применять. Мне разрешили. Вы сами не понимаете. У меня есть особое разрешение – с печатью. Только что ходил за печатью. Вот, тем самым отрицание с удержанием называется снятием. И никакого другого отрицания в жизни, в истории, в природе не бывает. Это вот нужно усвоить. Это самое важнейшее положение диалектики. Что всякое. Например, вот если революция. Что, революция все выбрасывает, что же, что было за революцией? Нет. Что делает революция? Революция, наоборот, приспосабливает уже к тем производительным силам, которые развились в рамках, предшествующей формации или предшествующего способа производства, приспосабливают к ним уже политическую настройку и формы общественных отношений. Поэтому, скажем, ну вот было бы странно, если бы, скажем, люди, которые построили коммунизм, они бы не уважали капитализм. Капитализм надо уважать коммунистам? Ну, а о нем нужно писать в каждом тексте даже не политического сдержания, что это плохо, это верно, что Россия, это просто. Коммунизм так и не построен. Да, вот. Коммунизм, да. Он же родился из капитализма. Вот Марс, прямо говорит, в критике Годской программы о «Родивых пятнах капитализма». Спрашиваешь, кто у мамы и у коммунизма? Ну, кто у мамы и у коммунизм? Он же из кого родился? Он что, выскочил с неба, что ли, свалился этот коммунизм? Он вроде бы рождается из капитализма. А если он рождается из капитализма, кто мама у него? капитализм и есть мама коммунизма и папа тут все в одном флаконе и мама и папа рождаются коммунизм капитализма и а вы с мамой бывают у вас конфликты бывает ну вы знаете что такое мама мама это мама надо уважать ее поэтому надо понимать что вот это не и не то что как некоторые понимают все и уничтожить и на этом чистом месте поставить что-то совершенно абсолютно новое ничего подобного вот даже интернационал поют люди которые знают диалектики вот одним путем то его не знают другим путем поют другом переводе вот те кто не знает диалектика говорят всемир весь мир насилием и разрушим до оснований зачем мы наш новый мир построим это песня песня а где рифма разрушим построим рифма нет чё вы и так вы все разрушите еще вы из этого построить это из пыли что ли будете строить давайте ломать все разломайте и чем построить вот этот чё дом он после революции был построен или до революции до революции был построен самые красивые дома были построены до буржуазной революции до буржуазной революции до буржуазной даже революции ну вот исаакиевский собор он чё до революции буржуазный был построен. Две революции прошло буржуазное, коммунистическое, а Исайский собор старел. А Смольный собор, то же самое. А Потемкинский дворец, там вот первый конгресс Коминтерном проходил. А потом там был факультет партийного хозяйственного актива Университета марксизма и ленизма. Я там лекции читал в кинозале. Директорам и секретарям партнерского ленинграда. В том числе директору главной водопроводной станции, директору фабрики по производству улиток пиявы. Очень важная фабрика была такая. И директор кондитерской фабрики Азарт. Вот она, аудитория такая солидная. А сейчас там ассамблея странная. Чего там только не было. Меняется, меняется, меняется. Здания стоят, а это значит, потому что они старые. Падают какие здания? Новые. Если здание не падает, значит старые. Если падает, значит недавно построили. То есть вообще вот такой взгляд на изменение, на отрицание, на то, что только есть отрицание, это неправильный. Правильный взгляд на то, что всякое отрицание, диалептическое, оно всегда содержание. Дети содержит в себе родителей. Они их отрицанием являются, конечно. А родители содержат в себе своих родителей. Поэтому и дети, вот они содержат в себе и бабушек, и дедушек, и прабабушек, и прадедушек. И дальше там, если мы пойдем, далеко уйдем, далеко-далеко зайдем. И вы представляете собой не только сами себя, а всех своих прародителей. Прародителей. Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. Только не надо до обезьян доходить, иначе там уже не так красиво получается. Мы знаем, что мы произошли от обезьяны, но так вот прямо так упирать на это не обязательно стоит. Просто все это плеяду. Да. В чем какие-нибудь разницы между обезьянами человеком? Разница? Вы не знаете разницы? Так может, вы обезьяна? Да. Может, я в том, что вы обезьяны. Я тоже подумал, что может, и я обезьяна. А еще вы жирящее. Может, и я обезьяна. Потому что посмотрел на вас. Если вы такой симпатичный обезьяна, я тем более обезьяна. А почему обезьяна не симпатична? А? Обезьяна не симпатична. Не, не симпатична. Значит, даю вам определение, которое, в общем-то, разработанное Энгельсом. Не зря есть умные люди, которые и есть наука. Значит, во-первых, человек. Это животное общественное. Раз. Обезьяна тоже общественное? Не перебивайте. Человек – это человек, который не перебивает другого человека. Обезьяна обычно не перебивает. Значит, человек – это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Причем не переставляйте только эти определения, потому что кроме человека есть другие общественные животные – пчелы, муравьи. Но и пчелы, и муравьи инстинктивно строят то, что они строят. А несложные вещи строят, инстинктивно. А человек ставит сначала цель, а потом двигается к этой цели. Трудящийся человек, труд создал человек. Есть у Венгельса такая работа, вам я ее рекомендую. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Фундаментальная работа, которая показывает, что именно труд создал, собственно, руку и создал человека. В труде необходимо взаимодействие и необходимы сигналы, поэтому рождается речь. И, наконец, только тогда, когда рождается речь, вместе с ней появляется и разум человеческий. Почему? Потому что мысль существует только в форме языка. И ни в какой другой форме мысль не существует. Это уже Гегель доказал в свое время. Давайте вопрос. Обезьяна, во-первых, социальная, это уже нельзя посмотреть. Не во-первых, социальная, а она общественная и социальная, ну и то же. Чего вы противопоставляете? Общественно, социальная. Социальная и общественная. Общественная это на русском языке, а социальная на иностранном русском. Но что же на русском? Поэтому тут ничего вы не сказали. Я... что обезьян, обезьян это свойство есть. Потом они орудуют с этими палками и изобретают собственные... Да, они с палками орудуют, но в отличие от обезьян, человек смог изготовлять эти орудия. Нет, они сами изготовляют, причем у них так развелось, что мы поделим в буквах, нужно обязательно... Это правильно, такие предпосылки, так и называются предпосылки, даже пытаться изготовлять, есть у многих обезьян, а только те обезьяны, которые не остановились на этих предпосылках, пошли дальше по этой дороге и стали разрабатывать, производить средства производства, они превратились в людей. А те, кто на этом остановились, так на этом и остановились. Ну, с черт, но они ничем тогда не отличаются от людей? Они теперь... Теперь они отличаются уже очень многим. Умница. Вот вы упоминали муравьев, еще на тыле. Да. Так можно сказать, что муравейник — это общество, где каждый занимает определенный... Может быть, если вам нравится, можно... ...занимается своим делом. А вот про теорию обезьяны, я же так понимаю, что она уже давно, ну, несостоятельна в научной среде. В какой научной среде? Вы в научной находите? Нет, я просто читал, вот, ну, статья была на коллайберере, я специально разбирался с собой. Молодой человек, у нас нет цензуры, сейчас можно напечатать, все, давайте... Любую чушь я вам напечатаю. Несите сюда любую чушь и деньги. И через две недели у вас будет книга с этой чушью. То есть вы считаете, что человек произошел в жизни? Я не просто считаю, я знаю, что ссылаться просто на то, что какие-то есть такие точки зрения... Наука — это не совокупность с точки зрения. Ну и все, что вы читали. Нет, друг, Дарвина же ценится за то, что она взорвала половина теория эволюции, а не то, что человек, который сказал... Я ссылаюсь тут не на Дарвина, а на Энгельс. Вы читали диалексику природы Энгельса? Я вам советую почитать. Хорошо. И дальше принять этого внимание. И особенно вам советую почитать не эту работу. Потому что вот диалексика природы, если будете ее читать, обратите внимание, она такая рваная. Почему рваная? Потому что Энгельс как бы написал материалистические истолкования основных положений гегелевской диалектической философии. Поэтому если вы читаете наукологию Гегеля, вам очень интересно будет прочитать диалексику природы Энгельса. Или тогда вы поймете диалексику природы Энгельса, когда вы после Гегеля будете читать. А если вы будете отдельно читать, ну у вас будут разные всякие замечания и соображения по каким-то моментам, в отношении которых вы не в курсе. А вот есть отдельная у него работа замечательная, называется «Проискровение семьи, частной собственности и государства». Она с одной стороны маленькая, вот такая, блестяще написанная, и она дает такую перспективу от самого первобытного общества и до современного капиталистического. Очень вам ее рекомендую, очень интересно. То есть без этих писаний священного канона марксиста не заприньте истинок? Это не канон. Канон был в средние века, я вам уже рассказывал. Каноны это были те, кто религиозные, а марксизм наука, а не религия. Поэтому ни о каких канонах речи быть не может. Вот если появляются новые факты научные, они должны изменить их в том числе и форму материализма. Но они же не могут переписать? Они не могут, потому что переписывают люди. Появляются люди, которые переписывают то, что было, или по-другому излагают то, что раньше излагалось в этих открытиях. Каждый раз новые научные открытия меняют форму материализма. Ну как бы была атомистика, можно сейчас атомистика ограничиться? Никак нельзя. Но атомистика не подтвердила то, что писал Лебедис. Не подтвердила. Нету этих монат. Нету. Вот его уважают за философию, за позицию, за то, что он такое вот сложное, так сказать, произведение написал. Ну нету этих. Вот Лебедис хороший физик, плохой философ. Ну нету таких монат никаких. Не подтвердилось ничем. А как же волны? А? А волны? А волны существуют независимо от монат. Это никакого отношения к монатам не имеет. Вот волны существуют, как волна частица. Отдельно волны, которые бы не превращались в частицы, не имели бы две стороны. Есть волна, а есть частица. Фотон. Поэтому вот, так сказать, двойственность получается. Поэтому нету этого пустоты, дескать, атомная пустота. Какая пустота? В лакуум, в нем материи есть. В виде телекомагнитных волок. И мы сейчас вот постоянно, вот она набирает, сейчас пошлет. Через что она пошлет проводов? Нет. Через что? Это же, это что такое? У нас телефоны с вами или радиоприемник? И передатчики? Какая-то магическая. Ну в руках что у нас? Ну передатчики. Передатчики и приемники. Вы принимаете передатчики? Куда вы передаете? А что значит сотовая связь? У вас какие волны? Волны на вашем приемнике, передатчики какие используются? Длинные, средние, короткие? Ты не знаете даже? Даже не знаю. Да это же передатчик, приемник. Вы этого знаете. А какие волны? О чем не знаете? Скорее всего, длинные. Да на черт эти вышки тогда, если бы у нас были длинные волны. Длинные волны, они бы так Землю огибали. А если у вас короткие волны, они только по прямой. Бац! А по прямой. А Земля-то круглая, значит, раз, до вышки. А с вышки до следующей вышки. И так далее, значит, Земля. И там, где вышек нет, там плохая связь. Едешь же, надо на поезде. И все смотришь. Там, поднял здесь компьютер со встроенной антенной. И так хорошо. А через МТС идет. Нету никакой, значит, не вставляется там встроенная. Просто ничего не работает. Сейчас доедем, да, еще проедем. Километров 50. И опять заработать. Потому что работает на этих... Это что? Это же материя или не материя? Или Господь Бог нам этого дает? Обеспечивает связь. Что это Господь наука? А? Господь наука не спешит. Ну, не с помощью Господа Бога мы поставили везде эти самые башни. И обеспечиваем сотовую связь. И без помощи. Вот я думаю, телекцию без помощи Бога, Боже, мы поставили с помощью. Без помощи, принципе, равенствующий. А вы вот с помощью, с Божьей помощью мне задаете вопросы? Да, Бог помогает сидеть на стуле. А Бог найти кому помогает? Кто сам работает. Кто сам не работает, то он ему и не помогает. Чего лентяям помогать? Так что вы будете работать, вам Бог поможет. Есть другие правды, чисто не божественные там высказывания. Типа того, что когда человек плывет, то ему каждый ветер попутный. А если будете сидеть и не плыть, то вам попутного ветра не будет никогда. И вы знаете, что, например, на яхте можно напротив ветра плыть. Только придется вот так менять. Для этого нужен большой обязательный киль и специальный карус. И тогда вы можете продвигаться даже и против ветра. А не то, что куда дует ветер, туда вас и понесет. Что это за вот такое плавание интересное? Что за могло быть и плавание, если бы мне этого не открыли люди? Значит, в чем особенность вот этого материализма, который появился у тех людей, у Маркса Энгельса, которые были до этого идеалистами? О том, что они не забросили диалектику Гегеля. А эту диалектику Гегеля они используют для того, чтобы перестроить материализм. Фейербаховский материализм созерцательный. Он отражает мир. Вот видите, вот есть я, и я на вас смотрю. Это что такое? Это фейербаховский созерцательный материализм. Можно по-другому подставить вопрос. О моей задаче я вот должен сделать так, чтобы вы освоили философию. То есть вы стали не такими, какими вы есть, а другими. Правильно? То есть вы в начале, так сказать, пути изучения философии, вы ее не знаете, а по окончании пути тоже не знаете, но меньше. Ну то есть преобразование, правильно? Но кто учится? Вы сами учитесь или я вас учу? Вы сами учитесь. Я говорю, я учусь. А не то, что меня учат. Ну так говорят, что меня учат, но как-то так это редко. Или нас учили вот это. Вот так можно сказать. Но вообще-то вы и учитесь сами. Учу себя. Учу сказать нас десер. А раз вы сами учитесь, то все равно вам дают костыли. А что у вас в качестве? То есть как бы вы хромые, еще не выучили, а дают костыли. А кто какие костыли? Это мы, преподаватели. Но если вы все время будете на костылях ходить, то это что-то непонятно, зачем это надо. То есть вы от этого освободитесь. И если, скажем, еще при работе над дипломной работой есть научный руководитель, еще у гандидатов наук научный руководитель, то уже докторов наук научный руководитель. Нет и быть не может по той простой причине, что требования к докторской диссертации надо открыть новое научное направление или решить важнейшую народно-хозяйственную проблему, имеющую важное историко-культурное значение и так далее. Поэтому дальше уже никаких научных руководителей быть не может. Ну и когда-то, так сказать, помогают этим птицам, учат их летать, а дальше они сами летают. У птиц всегда это сложный момент, когда вылетают из гнезда. Тут очень боятся родителей, если сейчас кто-нибудь съест этого птенца. Ну, как только он начнет, резво летает, все туда, все хорошо. Вот, так вот, Маркс и Энгельс, они, восприняв диалектику Гегеля, не выбросили ее. И, восприняв материализм Фейербаха, тоже не выбросили его. И поэтому их философия является снятием того и другого. То есть философия марксистская является развитием дальнейшего материализма. И задача его состоит не в том, чтобы отражать только теорию, а преобразовывать ее. Вот, эта задача преобразования мира, она развита была больше всего в гегелевской идеалистической философии. И поэтому отражение мира должно сочетаться с преобразованием мира. Отсюда и понимание истины двояркое, которое еще Гегель разработал в идеалистической форме. В идеалистической форме он разработал такое понимание, что вот, когда вы добиваетесь соответствия понятия объекту, это отражение мира. А когда вы ставите цель и, соответственно, этой цели преобразуете мир, вот это уже другое соответствие. Соответствие объекта понятию. У вас уже есть понятия научно разработанные, вы в соответствии с этим понятием строите мир. И все, скажем, здания и сооружения, которые вы имеете, в отличие от всяких муравейников и обиталищ пчел, в том числе диких, они отличаются тем, что вот вначале была идея вот этого здания. И какие бы причудливые ветры ни дули, и в каких бы причудливых местах мы ни находились, мы знаем, что есть скалы, они выветриваются, там отверстия могут быть, и эти причудливые чуть ли не звери выступают в виде этих скал. Но вы понимаете, что вот так спланированное здание, как вот здание нашего исторического института истории, института философии, ни коим образом, природным образом создано быть не может. Сначала оно появилось в идее, потом оно появилось на бумаге, а потом оно появилось на самом деле, и тогда его построили. Те люди, которые, между прочим, идею эту в целом не знают. Им было сказано, это вы делаете, это вот вы делаете, вы кирпичи, вы стены делаете, вы красите, вы ставите и так далее. И вот в этом смысле вот эта преобразующая деятельность человека, она как бы отражается в идеализме. Правильно? Есть идея, и дальше все пошло. Или там, скажем, идея социализма, она тоже такая же. Сначала появляется научный социализм, потом начинают выносить идеи социализма в сознание людей, это партия соединения научного социализма с рабочим движением. А потом идея, когда владеет массами, становится материальной силой, и вот эта материальная сила потом низвергает существующую власть, уже реакционную, отжившуюся, и устанавливает новое общество. Это чистый идеализм по форме, правда? Начнется все с идеи, и вот так строится, строится, строится. Так вот, задача диалектического материализма состоит в том, чтобы соединить то и другое, и отражение мира, и его преобразование. Вот этим отличается диалектический материализм, как новая философия современная. И надо сказать, что всяких есть много разных течений в современности, но вот эта философия стоит на плечах Гегеля и Фейербаха, и поэтому никто не может ее и превзойти, потому что она дает такую же завершающую систему, как Гегель дал, но он дал завершение системы как идеалистической. И начинаем с идеи, и к абсолютной идее приходим. И вот если вы, скажем, начнете на руку логике читать, начало непонятное, а вот можете сразу в конце читать, знаете, как детективы читают. Открыли, и в конце абсолютная идея. Абсолютная идея – это единство теоретической и практической идеи. Теоретическая идея – это идея отражения мира, а практическая идея или идея добра – это идея его преобразования. А единство теоретической и практической идеи – это абсолютная идея. И какая идея выше, теоретическая или практическая, если брать в стороны? Ну, практическая выше, потому что если я что-то собираюсь преобразовывать, сначала надо это изучить, познать. Поэтому теоретическая идея, на самом деле, она не только теоретическая, она выбирает в себя теоретическую идею и, являясь теоретической, представляет собой абсолютную идею. И вот тем самым материя, которая развивалась, 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 доразвилась до человека, а человек, как высшая форма развития материи, познающий человек, он познает и преобразовывает мир. Раз он мир преобразовывает, то тем самым материя преобразована в соответствии с теми идеями, которые появились у высшей формы развития материи. И тем самым материя приходит сама к себе. Вот на сегодняшний день мы на самом деле три таких системных философии имеем, которые охватывают всю проблему, так сказать, всю проблему мироздания. Это, во-первых, система объективного идеализма Гегеля, там всё идея, там нет никак ничего, кроме идеи. Всё, это и вы, это порождение идеи, и вы, и вы, и с точки зрения Гегеля, и стола, это порождение идеи стола. Вот, всё идея. Идея развивается, она внутри себя, себе противопоставляет, доходит до материи, материя поднимается до человека, человек начинает познавать материю, и тем самым познаёт идею, идея доходит до себя, и полная замкнутая система от идеи и до идей. Всё, абсолютная система Гегеля, науки логики. Но, на чём Ленин наставил, а я, говорит, читаю её материалистически. Она начинает, какая первая категория науки логики Гегеля? Кто-нибудь знает? Не приходилось вам узнавать? Ну, ещё узнаете. Кто-нибудь знать, не получится хороший оценок на экзамене. Первая категория науки логики – чистое бытие. Бытие. А, уже говорили. И это звучит очень материалистически. Ну, вы можете считать, что Гегель понимает её как идея, и вы можете считать её материалистически. Материя, которую вы сначала не знаете, берёте для изучения, она для вас что? Бытие. И всё. И вот вы идёте, поднимаетесь в развитие материи, дошли до человека. Человек, обладающий сознанием, познаёт материю, и тогда материя приходит сама к себе. Особо надо сказать о том, что диалектический материализм не может объяснить сам по себе развитие истории. И точно так же, как и диалектика сама по себе тоже не может объяснить. Вот такую попытку объяснить историю с помощью диалектики предпринял, конечно, Гегель прежде всего. И вот есть такая философия права у Гегеля, и он попытался, так сказать, вопросы права объяснить. И получилась у него ерунда. И тот, кто человек читал на углу логи, а потом почитал его философию права, должен был сказать, как человек, который такое великое написал, такое пишет. Совершенно нестроенную концепцию, разорванную, неубедительную и бездогадательную. А почему? А потому, что нельзя вот напрямую, так сказать, из диалектики вывести право. А в чем дело? А в том дело, что не хватает еще одного звена, который нашли Маркс и Энгельс, и это отдельно об этом надо сказать. Это звено называется тезис о том, что общественное бытие определяет общественное сознание. Надо сказать, и вот мой опыт показывает, что огромное большинство людей, с которыми я сталкивался, они это заменяют совершенно неверной формулой, что бытие определяет сознание. Дескать, бытие, вот вы если сидите на этом стуле, такое у вас и сознание, сидящего на этом стуле. На самом деле, бытие сознания не определяет. Вы можете быть каким угодно, представителем какого угодно класса. А какие интересы какого класса вы будете защищать в общественной, социальной жизни, это вам большой вопрос второй. Как вы понимаете, там путешествие из Петербурга в Москву написал не рабочий и не крестьянин. Да? Раз. Теперь декларисты, они выступали за интересы какого класса? Феодалов, которым они принадлежали, или за интересы крестьян? Или за интересы буржуазии, потому что они были вот тоже провозвестники буржуазной революции в России. Через 36 лет царь, сначала их всех тут репрессировал, можно сказать, отправил кого в Сибирь, кого на тот свет. Раз, я потом объявил. А, освобождаем крестьян. В 1961 году. А в чем дело? А в чем дело, что на самом деле мы не должны выводить историю из указов царей, а должны выводить историю из развития производительных сил, из общественного понимания того, что решающим во всей человеческой истории является производство и воспроизводство непосредственной жизни. Вот такой тедис, в самом таком красивом виде, вот Энгельс в работе «Происходение семьи и частной собственности государства» и он провозгласил, и на нем стоит. Производство – производство непосредственной жизни. А что такое производство непосредственной жизни? Это, во-первых, человека. Производить надо человек, а человек каждый человек смертен. Конечен и смертен. А человечество вечно бессмертно. И бесконечно. И как это может быть? Только благодаря тому, что люди воспроизводят людей. Производят людей. А производство людей означает, что есть соответствующие отношения семейные по производству людей. И вот эти самые семейные отношения изначально – это те материалистические отношения, которые на ранних этапах человеческого общества представляют такую основу материальную, на которой развивается человечество. С известного времени, когда человек становится настолько вооруженным средствами производства, что они могут произвести средства производства не только для одного человека, а для двух, трех и так далее, появляется возможность эксплуатации. Одни люди могут трудиться, а другие могут не трудиться. И тогда этого зверства такого, которое представляется историческим зверством, где были такие дикие люди, они, если кого победили, сразу убивают. А почему они убивают? А какой смысл? Вы меня убедили, будете вы меня в плен брать, если я ничего, кроме пропитания для себя, произвести не могу. А вот если я могу произвести и для вашего пропитания, и для моего, я даже могу вам, как человек разумно сказать, ну какой смысл? Ну вы меня убьете, а потом пойдете и будете трудиться. А вы сейчас меня не убьете, я ведь сам буду жить, и вы будете жить. А вы занимайтесь там своими делами. Вы подумаете, может быть, и согласитесь. То есть рабство могло появиться только тогда, когда развились производительные силы. То есть вот это вот движение производительных сил, как основу развития человеческого общества, вот на это надо было обратить внимание. Но вот то, что сказал Энгельс, вот этот тезис о производстве и воспроизводстве непосредственной жизни, потом преобразовалось во что? На первое место вышло не производство человека, а производство материальных благ. И, следовательно, на первое место вышли не отношения семейные, а отношения какие? Производственные. Производственные. И вот тот, кто думает, что это все безвозвратно ушло насчет семейных отношений, тот сильно ошибается. Вот смотрите, вроде бы, когда заканчивалась эра феодализма, заканчивалась эра, когда передача власти государственной проходила по кровно-родственному признаку. Посмотрите, то есть начиная вот с первобытного общества и далее передача власти переходила все время по кровно-родственному признаку. И вдруг раз, и, так сказать, с приходом буржуатного строя, буржуатной революции, эта передача власти по кровно-родственному признаку почти везде пропала. Хотя у нас есть там английская королева, которая представляет собой такой театр, за который выделяются деньги, потому что никакой политической роли, это экономика королева, конечно, никакой абсолютно. Это как музей. Ну, в музее, может, там мертвая фигура, а тут живая. Вот, скажут, вот есть принцы, там есть то, все, семья. Выделены на это деньги. Ну, а поскольку вам не доступно в королеве выступать, я от вашего имени этой тронную речь-то и зачитаю, а заодно и напишу. Поэтому главной фигурой, конечно, английского государства является премьер-министр. Точно так же, как, например, главной фигурой в Германии. Есть, конечно, там президент, он, конечно, не монах, но этого президента знать никто не знает, и запоминать не хочется, потому что он никакой роли там не играет, потому что главной фигурой там канцлер. В данном случае бабушка Ангела Меркель, она там началась всем руководить. Ну, у нас есть король, если поедете в Бельгию, там есть король. В Нитерландах, по-моему, тоже есть король. Ну, в общем, много у нас есть государств, в которых есть там, в Судане, там, в других государствах. Ну, это кто такие? Это люди, которые, так сказать, по-прежнему, получили власть по кровно-родственному признаку. Но это уже не главный признак. У нас есть демократические государства, здесь выборы. И наши выборы сегодня – самое яркое доказательство, факт, что у нас власть передается не по кровно-родственному признаку, а по признаку, значит, всеобщее голосование. Идите и определите, кто будет нами володеть. Но вдруг мы обнаружили, что экономическая власть в современном российском буржуазном обществе, а, собственно, и не в российском, вообще в современном буржуазном обществе, передается по кровно-родственному признаку. У вас папа не миллиардер? Нет? А если бы у вас папа был миллиардер? Мы бы вас попросили кораблик купить нам. Мы бы лекции, сейчас вот видите, как хорошо, сейчас вот растает все. Мы бы сидели на кораблике. Нам никто не... Я схожу к Абдулле Хамидовичу, я его давно знаю, мы его дружим. Скажу, Абдулла Хамидович, ну что они тут, вот студенты так бледные такие. Мы выйдем. Тем более тут у нас одна студентка обещала кораблик, тут надо подогнать. И мы будем так по Неве, так сказать, кататься, и заодно и обсудим. Это разве противоречки? Казахстан. Академия, знаете, что такое? Это сад был такой. Ну, ходили по саду. Ну, если нам не дадут кораблик, может, мы рванем вот в Сыпакова. Нет, в Сыпакова не пойдем. Ведем в летний сад. И будем ходить, и мимо этих всех хороших статусов, и рассказывать. Хотите, вы выступаете, хотите, экзамен там проведем. Там не так будет грустно, если не будет двойка. А если что, очень-очень грустно, там же утопиться можно, там. Рыгар, все, все. Учим все под боком, хорошо. Короче говоря, и что мы обнаружили? Обнаружили, что это у вас, папа, миллиардер. И вы миллиардерша стали. С женами хуже. Вот сейчас, как это придумали, эти браки такие коммерческие. Дескать, если вдруг мы с вами разведемся, то вам вот только фабрику одну. А мне все остальное. Потом вторая жена, еще фабрику. И так все время от этого Абрамовича откусывает. Прямо жалко его. Так жалко прямо. Прямо он бедняк. Ну, ничего, у него нарастает все равно. Но это эпизод. А в основном, дети наших олигархов, капиталистов получат большую экономическую власть. Очень большую. Ну, такую, какая была накоплена уже эта власть родителями. А рассказать вам, как превратить экономическую в политическую власть? Я думаю, вы сами доказываете. Но я могу вам рассказать, как это делается. Вот представьте, что я, ну, к примеру, Зюганов. То есть я руководитель крупной политической партии, которая имеет более 3% избирателей в Думе, фракцию имеет. Но поскольку она не первое место, не второе, у нас все дешевле. Поэтому вы пришли ко мне. Я Грудинин, что ли? Не Грудинин, вы пришли ко мне, как я разговариваю. И говорите, Михаил Васильевич, сам я вне политики. Ну, люблю я вашу партию бесконечно. Ну, я говорю, очень приятно. Еще какие у вас вопросы? Хочу вашей партии помочь. Ну что, любовь должна быть не просто так, какая-то платоническая, надо еще как-то ее реализовывать. Могу я вам помочь? Я говорю, конечно, можете. Вы спрашиваете, а сколько нужно вам денег, чтобы 10 депутатов вы набрали? С учетом того, что у нас же подписи собирать, агитационная кампания, сгонять плакаты, ходить по телевидению, заказывать параллель. Сколько вам нужно на 10 депутатов? Ну, говорю, на 10 депутатов по 4 миллиона долларов набрать, а 40 миллионов долларов. Ну, хорошо, говорит, 40 миллионов долларов я вам пришлющу. Дайте мне этот самый расчет. Ну, все-таки, я вам пришлющу. А у вас, случайно, нет иностранного капитала в составе? Если иностранный, то не надо. Нам не надо эти проблемы. Нет, у нас все отечественное. Все отечественное, вот, хватит присылать. А еще вы ничего не хотите? Какие-то, там, сейчас... Да нет, говорит, вы, говорите, ничего особенно не хочу. А еще мне хотелось бы, чтобы вот из этих 10 депутатов я был бы один. Ну, это нормально, я считаю. Нормально, да? Вот человек любит нашу партию. Да я сейчас факцию соберу, скажу, вот, у нас один человек пришел, любит нашу партию бесконечно. И хочет нам помочь. Ну, мы тоже, наверное, таких людей должны любить. Что плохого? Ну, любовь должна быть взаимной же. И мы тоже любим такого человека. И мы его... Давайте ему местечко-то дадим у нас в списке. Что надо? Мы не обедняем. Тем более, мы не только не обедняем, а мы сейчас... Ну, 4 мы все эти миллионы отстегнем, не в счет, а 40 минус 4, 36 миллионов попало в копилку КФРФ. Вы видели сейчас, вот публикуют избирательные фонды, там прям на расписано, кто Путину прислал, кто прислал Грудинину, кто прислал... значит, Титову и так далее. Все расписано. Кто прислал Явлинскому, то есть какая... или лица, или организация, и сколько. Название. Все это расписано, все это опубликовано, ну, мелким шрифтом, чтобы вы особенно не зачитывались этим. Вам это необязательно так уж прям все знать. Ну, как бы, гласность она есть, но если глаза будете читать, могут глаза лукнуть. Да. Видите как? А вот дальше сейчас я закончу эту тему с превращением денег. Вот я уже в Думе сижу, я уже законы делаю. И вы по этим законам потом будете жить. И власть у меня... А была только экономическая власть. Поэтому, если у вас бы папа был миллиардер, вам бы светило Думе власть, так сказать, ну, насчет председателя правительства, это труднее. А вот Думу попасть вообще нет проблем. А там зарплатка 420 тысяч рублей. Потом, если вы, не дай бог, состаритесь, а может кто-нибудь и не состаритесь, вы-то, я думаю, не состаритесь, я состарюсь. Ну, там, если составишься, 420 тысяч, значит, есть закон специальный, а пенсия в госслужащем 75% от дохода. Это значит, пенсия будет 300 тысяч рублей. Вот у вас, я чувствую, у родителей такой нет пенсии, да? И у вас вообще, наверное, они все работают. Ну, и не будет. 300 тысяч, это неплохо же. Никуда ходить не надо, ничего делать не надо, отдыхай, катайся. Потихонечку, тогда вы эти кораблики вам покупать не надо. Вы приходите, билеты покупаете, за 300 тысяч, то можно накупить хорошие билеты и все время ездить на корабликах. Красота. Поэтому, вроде бы ушло это кровно-родственное отношение, а на самом деле кровно-родственные отношения остались, они влияют на всю нашу политику. А потом нам рассказывают, кланы в Дагестане. Ну, что такое кланы? Да это родственники. Родственники своих расставляют. И до того, да расставляли, что пришлось послать туда целую бригаду и снять, арестовать исполняющих обязанностей премьера и с его замами и всех отправить их в Москву и заключить их в СИЗО. И там большая бригада переделывает всю власть там, сверху и донизу. Потому что все пронизано кумасом, ростом и так далее. И что только в Дагестане такое? А вы возьмите там другие республики, в общем, все похоже. Поэтому представление такое грубое, что, ну, сейчас все определяется вот сугубо только производственными отношениями. Это такой примитивный такой материализм. А на самом деле Энгельс настаивал на том, что в основе развития человеческого общества лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. И хотя, кроме родственных отношений, вроде бы ушли на задний план, но они действуют. И действуют очень активно и эффективно. Поэтому об этом не следует забывать. Ну вот поэтому, если говорить о системах таких крупных, вот мы с вами по ходу изложения истории и разобрали три таких важнейших системы, это философия субъективного идеализма Беркли, объективного идеализма Гегеля и материализма исторического уже, общественного бытия, облигает общественное сознание, которое включает в себя идеалектический материализм. То есть материализм, примененный к истории. Вот поскольку я из института философии, у нас есть очень разные точки зрения. В том числе даже и, так сказать, есть немало точек зрения, которые являются и субъективно-идеалистическим, и объективно-идеалистическим. Я своим коллегам задаю очень простой вопрос. Вот если мы материализм применяем к истории, что получается? Получается исторический материализм. А если мы идеализм применяем к истории, что получается? Исторический идеализм. Ну так встаньте и честно скажите, я сторонник исторического идеализма. Я вот всех, так сказать, как бы побуждаю, что-то никто не встает, что мне говорят, как-то им неудобно. Не знаю почему. Это что плохого-то? Ну, давайте, развивайте. Исторический идеализм. Не хотят. То есть, вроде как, позиции больше похожи на идеализм, в том числе исторический. Не хотят. Ну, стали бы сказать, что плохого. Ну, тут выхода-то нет. Если я материализм применяю к истории, получается исторический материализм. Если я идеализм применяю к истории, получается исторический идеализм. И вот придете ко мне на экзамен и сказать, я сторонница исторического идеализма. Очень приятно. Давно ждал. А то как-то соскодил. надолели эти все вот эти ходят материи первичности своей материи и так а мы идешь в магазин материи нет как решили пропал то пропало вот вот наконец-то хоть и наверно у вас идеи какие-то хорошие есть возвышенные у нас будет хорошо в конце концов вся вот эта политическая теория марксизма она сейчас виду идеалистической то начались идеи а идея выливает массами а массы потом делают революцию тут все прямо как в идеализме поэтому нет такого чтобы философию развивали только идеалисты или только материалисты более того ленин писал в своем этом самом конспекте науки логики что умный идеалист лучше глупого материалиста поэтому не только на это надо упирать и поэтому скажем самая материалистическая страна там советский союз в основе своей идеологии имел и диалектику гегеля а самые развитые разные страны имели в основе какую-нибудь религию а не философию а конечно диалектика гегель она идеалистическая она гораздо выше чем религия возьмите вы германию или англию они же все какие-то христианские демократы христианско-социальный союз у них что в них в основе гегель-то у нас куда он из германии а там у них в основе идеологии религия а в советском союзе в основе идеологии была философия ну и сейчас я думаю мы ее не бросаем хотя у нас уже и другой строй но мы как-то назад не хочется идти вот если у нас в основе идеологии был гегель материалистический истолкованный ну давайте будем двигаться от него дальше от него дальше и соответственно на остальное смотреть так на этом мы сегодня занятие заканчиваем а раз мы заканчиваем на пять минут раньше вы можете успеть в очереди это будет чисто материалитический посыл раз получите пирожок раньше других потому что вы философы они ничего не понимают философы не знают другие 0 — 0 — 0 те кто то 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 чтобы вы все уходите опять